Перевели в нашу контору дослуживать одного офицера, которого списали с летной работы. Причина списания была по-своему уникальна. Оказывается, до нас он служил в одном летном училище, где пилотировал Ан-2. С этого Ан-2 курсанты выполняли учебные прыжки с парашютом. А поскольку наш герой любил пощекотать себе нервы, то делал он следующее. Выбросив курсантов, передавал управление провоку, а потом прыгал и сам. Все было шито-крыто, но вот однажды после очередного прыжка, погасив купол, он увидел рядом начальника училища. Проводив глазами улетавший Ан-2, начальник задал вошедший в историю вопрос. А там кто остался? Сегодня был свидетелем работы нашей доблестной полиции. По платформе метро бежит парень бомжеватого вида с кейсом в руках. За ним несется приличного вида мужик в костюме, явно владелец этого кейса. А по платформе вальяжно прохаживаются стражи правопорядка в лице четырех полицейских и собаки. Пробегающий мимо них парень с кейсом, видимо оценив недоумение на лицах полицейских и пытаясь помочь последним разобраться в ситуации, кричит на бегу «Держи вора!», указывая рукой в сторону догоняющего. И что бы вы думали? Они таки его задержали, мужика в костюме. Но больше всего в этой ситуации мне почему-то жалко не мужика, лишившегося кейса, жалко служебную собаку, единственно верно оценившую ситуацию и было уже бросившуюся в погоню, но остановленную старшим по званию, с криком «Стой, тупое ты животное!». Добавил пользователь Дзен Алексей Танасиенко. 1 января. По специфике надо работать. Оперативная машина на выезд. Водила, естественно, под шофе. Второе лицо старшей смены просто в хлам. Принесли и запихали в кабину тело в надежде, что по дороге очухается хоть как-то. Машина ГАЗ-53. Лохматых годов. Автолестница. Шофер, помолившись на заднее колесо и на рассвет, наелся зубной пасты в надежде, что пронесет. С Богом в путь. И чудо свершилось через 15 километров ДПС. Водитель, доставая документы, дышит в себя и как с ломом задницы вылезает из кабины, не закрыв дверь. Ждет расстрела. Подходит ГАЕЦ с помятым видом. Боком, как краб, с таким же перегаром, начинает изучать документы. Заглядывает в кабину. Тело, которое с полу, открывает один глаз, наводится на ГАЕЦа и выдает командным голосом «Сыш ты!» И обратно отключается. У водителя матка ушла в пятки. Гайер округлил глаза, сглотнул свой сушняк, отдает документы со словами «Этого из кабины не выпускать, а сам умойся». Не веря своему счастью, водитель на ватных ногах в кабину и по газам. Глянул в зеркало на свой портрет и офигел. Вся халя в засохшей пасте. До сих пор гадаем, что это за чудо было. Привела сына в садик. В раздевалке подходит ко мне девочка и заявляет «А ваш Костя мой жених, и у нас скоро свадьба». Я начинаю потихонечку отходить от такой снохосшибательной новости, что скоро стану свекровью. Но тут следует новый удар. А жить мы будем у вас. Ну, такого подвоха я вообще не ожидала и решила своей будущей невестке подыграть. Спрашиваю ее, а мама твоя не против? И тут шестилетняя барышня мне выдала на полном серьезе. Нет, вы знаете, как тяжело сейчас найти мужчину с квартирой и с престарелыми родителями. Есть у нас в конторе кадр, Владимиром зовут. Гнида редкая. Из тех, кто сплетни распускает, начальству стучит, выпить старается на халяву, тырит чужие идеи. Вот когда он всех доводит, народ начинает мстить, и мстя наша страшна. И вот вчера на летучке возник очередной инцидент. Вова нагло присвоил рекламную идею нашей Олечке. Совсем молодая девушка, работает недавно, Вова толком не знает, поэтому сглупила и проболталась в курилке. Ну, а мудак сделал стойку и к начальству. Вскрылось это, поскольку кроме них там еще люди были. Короче, после всего в кабинете Ольга плачет горькими слезами от такого вероломства, мы ее утешаем, кто на что гораст. И тут возникла мысль. Вечером, также в курилке, кто-то вскользь обмолвился, что с января у нас освобождается место замредактора. Что заявление на соискание должности нужно писать уже сейчас, чтобы у начальства было время выбрать достойного. Кроме всего прочего, шеф будет ориентироваться на мнение коллектива. Похоже, даже будет проведено анонимное голосование. Вову как ветром сдуло. Вернулся козел с цветами и коньяком, с колен вручил все это Ольге, типа прости засранца, ситуация так сложилась и тому подобное. Его отправили объясняться с шефом, конечно, вместе с Олей. Нужно ли говорить, что вышел он оттуда весьма неровной походкой? Но на этом его трудности не закончились. Оглядев коллектив, Вова вдруг понял, в какую жопу попал. И решил схитрить. Сбегал в магазин, набрал бухла и закуси и давай контору спаивать. Не знаю точно, сколько он потратил на этот банкет, но думаю много. В этот вечер отказа не было никому. Причем каждый заговорщик пил и жрал за четверых, по понятным причинам. Наконец Вова решил, что все уже готовенькие и приступил к исполнению плана. Он начал подходить к каждому отдельно, с бумажкой и ручкой и просить написать ему характеристику. Но мы и написали, кто на что гораст, не стесняясь в выражениях. Вова к тому моменту тоже был далеко не трезв, поэтому толком не читал, а втихаря клал каждый лист в конверт и запечатывал. Утром на стол шефу легло заявление, мол, прошу назначить меня заместителем редактора вместо Ивана Ивановича, который, кстати, никуда и не собирался уходить. И за место держался просто параноидально. Его к тому и выбрали из всего начальства для дезинформации. Ибо коллектив меня любит и считает достойным всей должности и стоп конвертов. Блин, что было? Шеф офигел, уже читая Вовина заявление. А когда принялся за почту, вообще чуть не ржал так, что полконторы сбежалось. Выходит и грит. Не, коллеги, но я все могу понять. Не любите Вовчика, но... Нет, не могу, это шедевр. Читает одно из посланий. Сделай Вася Вову зайцем и повесь его за яйца. Сделай Вася Вову щукой, он вообще такая... Сделай Вася Вову пташкой, от него несет какашкой. Сделай замом, хоть макакой, ну а лучше сделай раком. Лицо Вовчика надо было видеть, как и лицо Иваныча, после того, как он узнал, что тот на его место метит. Мы же чуть не сдохли от смеха. До сих пор больно. Ехал весной поездом в Питер. Наблюдал такой случай. Остановка, народ вываливает на перрон. Женщина с ребенком годика три-четыре начинает отчитывать его. Ты плохо себя ведешь, отдам тебя дядям. В это время по перрону проходили полицейские, и один из них сержант такой. Вот, мамочка, не надо пугать детей полицией, а то потом они нам не доверяют. Там вон цыгане в следующем вагоне едут. Пугайте ими. Возле рынка цыганки запаривают граждан. Просят денег, обещают погадать, пугают с глазом и призывают к милосердию. Работают группой разновозрастных девиц и детей. Подавали им мало и неохотно. Я, кстати, думаю, цыгане сами виноваты. Надо креативней подходить к этому процессу. Где медведь, скрипка и айнане? Сгинули при царизме? Ну так возродите. Если подходить мини-табором с медведем, никто не откажет. А тут неопрятные женщины с золотыми зубами в скучных пуховиках. Причем никакого таргетирования. Ко всем подходят. Даже мне сказали молодой, красивый. И вот они мечутся. И вдруг хоп-хей-ла-ла-лей. В смысле просто так прохожий парень чернокожий. У нас прям много их. И медики, и горники, и физики во всех вузах почти учатся. И перестали быть экзотикой. Одна цыганка постарше и понаглее ринулась к нему. Начала мантру. Черный парень добродушно отмахнулся, не останавливаясь. И кочующая женщина плюнула ему вслед, что-то прошипела и добавила. Черт, не русский. Парень остановился и вежливо сказал. Я тебе сейчас пикальдую. Такая. Я тебе такое проклятие сделаю. У тебя х на лоб вырастет. У меня дедушка кальдун в Африка. Пизз будет тебе. Заль гнойная. Сразу стало понятно, что это минимум третий курсник и скорее всего с меда. Табор не стал мериться, чье колдунство сильнее и резко ушел в небо. Ситуация, рассказанная доктором-психиатром. Родители подарили сынку джип. Сыночек, приняв веществ с друзьями в бане, решил покататься по полю зимой на джипе. Как раз началась снежная метель. Выезжая из деревни, джип наскакивает на колоду, так что вывешивает все четыре колеса. Сыночек этого не замечает и газует, вертит рулем, а когда метель и у джипа включена люстра, то им кажется, что они гоняют. Произошло это около дома старушки. Так бабушка накинула платок на голову, взяла палочку, чтобы дойти и постучалась к ним в окно. Со слов пациента, летим мы по полю снежному, на спидометре больше сотни, а тут в боковое окошко стучится бабушка в платочке и с двой. Джип родители у сыночка отобрали. Еду в аэроэкспрессе, а предо мной бурно выясняет отношения одна молодая семейная пара. Ссора по всем правилам. Тут и швыряние телефоном в мужчину, и вырывание сумок женщиной, и легкая потасовка обоюдная, и вопли на весь вагон. Дурак, козел, пошел ты, уйду и сына заберу. Женские, и слезы женские, и угрюмое молчание мужское. В общем, обычная сцена, среднестатистическая, после долгого отпуска, между уставшими друг от друга людьми, одна из которых в экзистенциальном ПМС-ном кризисе. Я в это время разговаривал по телефону, и собеседник, слышав все эти вопли, спрашивает, что происходит. А я ему отвечаю громко и отчетливо, что вот буквально на моих глазах становится на одного свободного мужчину больше, представляешь? Вот буквально пять минут и все, ну и плюс месяца два на развод. И я тут такая первая в очереди, ага? Нет, не знаю про их имущество. Да, ребенок есть один. Да это не страшно, это всего 25% алиментов от зарплаты. Да, симпатичный. Да, очень нравится. Парочка резко притихла и начала пялиться на меня. Я все это говорила и улыбалась мужчине, а мужчина улыбнулся мне в ответ. И когда пересел от своей жены на другой ряд, то еще пару раз поворачивался в мою сторону, и мы еще поулыбались друг другу. Его жена еще немного поплакала, встала, презрительно на меня зыркнула и пересела к своему мужу, где что-то ему начало нежно ворковать и целовать в шею. Когда они выходили из вагона, она крепко его держала под руку и пару раз зло на меня посмотрело. Я фея. Я спасла пару от развода. Плюс много в карму. Все истории в данной рубрике происходили с реальными людьми, которых я знаю лично или заочно, а некоторых не знаю совсем, но их знают те, которых я знаю лично или заочно. Присылайте свои истории и они тоже появятся в данной рубрике. Если вам понравилось, не пожалейте лайка, ну и конечно пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете.